Субтитры делал DimaTorzok 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 Но мяч заделал несколько защитников Субтитры делал DimaTorzok 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 характера ну забавного для толпы для массы это носит о том что александр кокорин прекрасный молодой прекрасно молодой дорывание российского футбола снялся в клипе тимати на новую его песню gq очень забавный веселый клип и уже множество появляется шуток и мэмов на эту тему что какой цель будет контактировать и работать с тимати с black star что касается мой песни построил клипы я не являюсь человеком который должен который считать что тимати нужно жечь на костре на хрен и это вообще говно 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 я обычный человек который любит музыку и слушает абсолютно любого исполнителя мне абсолютно срать жанр или исполнитель есть мне нравится его слушать эта песня очень хорошая посмотрите клипы в оригинале полностью не мелкими фрагментами надеюсь вам понравится и вы получите истинное наслаждение ну и надеемся что александр кокорин будет продолжать нас радовать своей игрой и не только красивыми ролями в хороших клипах запомни статус gq это бизнес-класс настоящий джентльмен свеж ну и теперь отойдем от темы футбола и перейдем к новостям тенниса где на итогом турнире года сирена выльямс в полуфинале победила елена янкович по сути единственный человек который считался может победить сирену уильямс главный фаворитку данного турнира и вы не отправить ее домой так сказать этого не удалось я болел это матча за уильямс ожидаемого победителя так и оказалось на деле итоговый счет был в трех сетах 6 4 2 6 6 4 и сирена выходит в финал итогового турнира где встретиться слина которая в свою очередь победила петру квитову в полуфинале очень надеюсь что финальный матч будет крайне интересными я буду в этом матче поддерживать сирену уильямс и надеюсь что она будет вновь продолжать возвышаться вверх вверх к теннисным звездам к теннисным легендам и покажет что она является одной из самых величайших теннисисток в истории а теперь перенесемся к хоккейным баталиям точнее к тем баталиям которые происходили на этой неделе в астане где местный борис принимал магнитогорский металлург встреча завершилась со счетом 21 не в пользу хозяев льда борис проиграл свой матч дома и теперь будет ожидать своей следующей встречи опять же у себя дома теперь против челябинского трактора очень надеюсь что борис играет хорошо и желаю удачи всем астанинцам искренне болеющим за свой хоккейный клуб и я за вас ребята надеюсь что борис будет молодцом и вы победите на сегодня все вот такими были спортивные новости на этой неделе занимайтесь спортом берегите себя и своих близких любите и не предавайте своих кумиров и свои любимые команды какие бы места и какие бы результаты они не показывали гонзо кизет антон алёхин спортивный инкубатор 72 12 больше видео на гонзо кизет а